так ребята всем привет мы на канале батя в деле сегодня я хочу поменять топливный фильтр на skoda rapid замена необычная не где-то в движке снизу там возле правого колеса но именно сам топливный фильтр собственно вот я вот тачка вот место где я буду менять это топливный фильтр типа такой военной эстакады какой-то обычно конечно замена этого фильтра происходит раньше я запозднился сейчас 76 тысяч пробег меняет обычно на 50 1200 рублей стоил этот топливный фильтр не оригинальный сейчас я покажу покажу в принципе чем я еще буду очищать там запенивать всю историю от грязи так вот собственно вот такой вот сам топливный фильтр это man фильтр ну может быть кто-то такой уже использовал если кого-то есть опыт можете написать ниже в комментариях и вокруг этого фильтра там посмотрим я думаю что есть грязь хочу чем-то почистить думал там в дэшка или еще чем-то взял такой вот керри пеночиститель двигателя но по идее для движка но можно использовать на ради для этого запинить там все вокруг зачистить и уже на чистую установить новый топливный фильтр так ну что у нас вот там перед машины здесь заднее правое колесо и фильтр сам фильтр находится вот здесь как-то цвета не хватало вот он топливный фильтр вот есть пару подрубков нужно сейчас это все дело зачистить пеной и отсоединить их собственно поменять на новый фильтр вроде бы ничего сложного но в идеале изначально советую спустить немного давления с бака вот тем самым чтобы не лилось отсюда из трубок бензин когда уже снимешь фильтр насчет пены кстати не уверен на сто процентов что именно она поможет но попробуем все посмотрим так пускай пока она все таки сайт в таком состоянии час немного почиститься и будем снимать его так набор того что нам нужно будет вообще три замены пены очистители сам фильтр и крестовая отвертка сам фильтр выглядит таким вот образом стандартный но единственное что показано такими отметками места можно куда нужно вставлять чтобы не перепутать мне кажется здесь перепутать сложно сейчас пена отойдет и поменяем так принципе она не очень помогла честно говоря вот топливный фильтр вот вот здесь вот будет то что нам нужно будет крутить два неких защелки стопора вот здесь и один будет вот здесь сейчас я их отсоединю потом откручу вот собственно вот этот вот крестообразный шуруп и после этого отсоединим уже еще один шланг блядь такс минут десять пытался снять вот здесь вот два вот этих патрубка один из которых вот до сих пор с ним бьется был наполнен бензином он очень сложно снимался также снял вот эту вот защиту некую самолетик здесь все дальше дело за малым принципе точно так же нажимаем кнопку у этого патрубка выдвигаем его и снимаем здесь тоже самое здесь можно также сделать так единственное что здесь получается уже топливный фильтр немного выкнуть и кнопка этого патрубка будет вот здесь вот сбоку так получается она спрятана наверх вот здесь все старый я снял бензин ну немного мутноват с него льется я думал что хуже за 75 тысяч километров принципе нормально такой прям муть и грязи ну если подрести вот она кстати вся эта грязюка у завода стоял оригинальный фольтваген хоть не валил какой-нибудь что мне кажется тоже бывает ну что теперь нужно строить там новый фильтр аналогичный старому и уже спокойной душой ехать заниматься другими делами здесь сейчас тоже самое будет происходить только в обратном порядке все я буду делать и ну как бы получим тот же самый эффект так вот здесь нужно выкрутить чтобы он здесь в стопор попал вот здесь вот в этой части стопор так вот синяя у нас здесь стоит отметочка синяя так вот синяя у нас здесь стоит отметочка синяя решил решил пойти по пути сначала подсоединить потом закрутить все принципе здесь патрубки соединили здесь тоже остается сюда вкрутить ну все здесь в пазух попали тоже такс вот и вся замена в принципе здесь патрубок стоит здесь здесь они пазлы вошли кнопка отщелкнулась здесь закрутил новый топливный фильтр стоит если кто-то для себя какие-то моменты выделил можете в комментариях написать собственно не знаю сколько здесь минут 40 делов топливный фильтр поменен все едем дальше спасибо всем за просмотр всем удачи всем пока